Вам знакомы такие ситуации, когда ваши суставы внезапно и как будто беспричинно начинают болеть? Поднимались по лестнице, заныло колено. Долго читали или занимались рукоделием, начала болеть рука и шея. Поменялась погода, тянет бедро. Как правило, все эти симптомы того, что суставы постепенно изнашиваются. А почему это происходит и что с этим делать, мы сегодня и поговорим. Добрый день, с вами Сергей Длин. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как замедлить процессы старения и разрушения суставов, которые провоцируют сильную боль и мешают нормально жить. Как вы знаете, на состояние наших суставов влияет множество факторов. Возраст, чрезмерные физические нагрузки, неправильное питание, генетика, а также малоподвижный образ жизни. Все это может негативно сказываться на суставах. Эти факторы со временем приводят к ухудшению состояния хрящевой ткани. Снижению подвижности суставов и развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Таких, как, например, артроз. Это грозное заболевание, которое, если запустить, может привести даже к операции. Я уже не раз рассказывал про многие из этих факторов в своих видео на канале. Но сегодня хочу копнуть еще глубже и рассказать вам об одной очень важной причине, которая сильно влияет на состояние суставов. Но для начала давайте с вами проведем небольшой тест. Сейчас я перечислю главные признаки, а вы загибайте пальцы. Итак, первое – это боли в суставах, выпадение волос, ломкость ногтей, слабость мышц, проблемы с пищеварением и очень медленное заживление ран. Ну что, сколько пунктов насчитали у себя? Пишите в комментариях. Эти симптомы могут указывать на недостаток коллагена в вашем организме. Так что же такое коллаген? Многие его пьют, но давайте разберемся глубже. Коллаген – это белок, который обеспечивает прочность, эластичность и упругость нашей сытной ткани. Костей, сухожилий, хрящей, связок, сосудов, а также кожи. Представьте, что ваш организм – это здание. И коллаген – это цемент, который держит все кирпичи вместе. И с возрастом количество коллагена уменьшается, и здание начинает терять свою прочность, начинают болеть суставы, кости становятся более хрупкими, мышцы теряют свою силу. Но почему с возрастом коллагена становится меньше? Дело в том, что с годами процессы обновления клеток замедляются, и наш организм просто не успевает производить коллаген в нужных количествах. Также накапливаются повреждения от воздействия солнца, загрязнений и других факторов окружающей среды, которые повреждают наши клетки, отвечающие за выработку коллагена. К тому же с возрастом у нас снижается и уровень гормонов, которые помогают синтезировать это вещество. И в результате кожа теряет упругость и эластичность, суставы становятся менее гибкими, а кости и связки более хрупкими. Исследования показывают, что прием коллагена помогает восстановить целостность хрящей, укрепить связки и уменьшить боль при заболеваниях суставов. Увеличивается плотность коллагеновых волокон и фибробластов в коже, хрящах и связках. Именно поэтому состояние суставов улучшается, и вы можете длительно поддерживать здоровье своей опорно-двигательной системой. Поэтому при лечении артрита, коксартроза, остеохондроза и других подобных заболеваний опорно-двигательного аппарата важна комплексная терапия с назначением коллагена. И теперь у нас встает логичный вопрос, можно ли получить коллаген из обычных продуктов и замедлить разрушение суставов? Если да, то из каких? Давайте об этом поговорим. Этот элемент содержится в морепродуктах и водорослях. Говядина и сведина также содержат коллаген, особенно в садительных тканях и кожных покровов. Кожа курицы и яичная скорлупа могут быть источниками коллагена. Например, тофу и соевое молоко также способствуют производству коллагена, благодаря содержащимся в них фитонутриентах. А витамин С, содержащийся в цитрусовых, способствует синтезу коллагена. Кстати, у меня на канале есть отдельное видео про полезный костный бульон. Обязательно его потом посмотрите. Ссылка будет в верхнем углу экрана. Но, как вы видите, получить достаточное количество коллагена из обычных продуктов довольно сложно. Обычную скорлупу мы с вами есть же не можем, а кожа курицы все-таки не самая полезная с точки зрения содержащегося в ней жира и холестерина. Гораздо эффективнее закрывать дефицит будут добавки с коллагеном, который легче усваивается и содержит дополнительные вспомогательные вещества. Но как же правильно выбрать коллаген? Ведь сегодня есть очень много различных производительный и нужно быть уверенным в качестве продукта, согласитесь. И первое, что нужно знать, что коллаген бывает трех типов. Первый и третий полезны для ногтей и волос, а второй необходим для суставов, хрящей и костей. Важно, чтобы коллаген был гидролизованным. Это форма белка, которая лучше всего усваивается организмом. Хорошим выбором будет коллаген в форме порошка, потому что именно порошковая форма позволяет поместить в порцию нужное количество полезных ингредиентов. Плюс, когда мы употребляем напиток, приготовленный из порошка, он тут же взаимодействует со стенками кишечника и легко усваивается. С капсулами и таблетками этот процесс обстоит сложнее. При выборе коллагена важно также обращать внимание на дозировки активных компонентов в составе БАДа. Часто они бывают мизерными. При этом хорошо, если суточная дозировка будет более 3,5 граммов. Огромный плюс, если в составе будут такие компоненты, как витамин С, гиалуроновая кислота и так называемые хондропротекторы – хондроитин, глюкозамин и МСМ. И не просто, чтобы они там были, а были именно в рабочих дозировках. Все эти компоненты помогают усваиваться коллагену в организме и усиливают его эффект. Первый помогает защитить хрящи от разрушения, снизить потери кальция и быстрее восстанавливаться. Второй способствует блокировке ферментов, которые разрушают хрящи, и необходим для проницаемости суставной капсулы. А третий помогает уменьшить воспаление в суставах и связках, и снизить боль, ускорить восстановление. Также он способствует улучшению кровообращения и помогает разрушить отложения кальция. И четвертый – гиалуроновая кислота. Главный компонент суставной жидкости. Он помогает переносить питательные вещества и служит смазкой, уменьшая трение в суставах. И я нашел коллаген, который отвечает всем этим требованиям. Называется он «Санфлава». Баночка выглядит вот таким образом. Такая многофункциональная добавка поможет вам ежедневно перекрывать потребности в самых важных элементах для своих суставов. Его можно пить как в составе комплексной терапии при лечении заболевания опорно-длительного аппарата, так и для профилактики. Я всегда рекомендую его пациентам старшего поколения и тем, кто активно занимается спортом, ведь их суставы подвержены повышенной нагрузке. Очень удобно, что он представлен на всех маркетплейсах, поэтому не придется ждать долгой доставки. Поэтому переходите по ссылке и заказывайте его. Теперь давайте поговорим, как и когда правильно употреблять коллаген. Употреблять коллаген лучше всего утром или вечером. Я, например, принимаю коллаген по утрам на голодный желудок за полчаса до еды. Если вы предпочитаете принимать коллаген утром, это даст вашему организму необходимые строительные материалы для восстановления после сна и зарядит энергией на весь день. А если вы выбрали вечернее время, принимайте коллаген перед сном. Ночью организм активно восстанавливается, и коллаген будет способствовать регенерации кожи, костей и суставов. Важно принимать коллаген регулярно, чтобы увидеть положительные результаты. Следуйте рекомендациям на упаковке продукта по дозировке. Обычно это одна или две порции в день. Ну а теперь самое интересное. Какое блюдо содержит самое большое количество коллагена? И вы будете удивлены, но это привычный вам и знакомый холодец. Он готовится из мяса, костей и соединительных тканей, которые при длительной варке выделяют коллаген в бульон. Этот коллаген, остывая, образует желеобразную консистенцию, характерную для холодца. Поэтому употребление холодца может быть хорошим способом включить коллаген в свой рацион. Ставьте лайк, если тоже любите холодец. Я уверен, что вы все знаете рецепт этого блюда, но на всякий случай мы покажем его здесь на экране. Надеюсь, теперь вы поняли, насколько важен коллаген, и что от его употребления зависит состояние ваших суставов. Не забудьте подписаться на канал, чтобы и дальше узнавать о том, как можно укрепить свой организм в домашних условиях. А с вами был Сергей Длин. Будьте здоровы!